Учёбы не будет, отопление кончилось, у львовских студентов вынуждены каникулы, а обогревать аудитории вузом больше не по карману. До весны учиться предлагают дома. В Министерстве образования утверждают, что это нормальная европейская практика. Вот только преподаватели и студенты с таким толкованием евроинтеграции не согласны. Все подробности в материале. Национальный политехнический университет Львова здесь получает высшее образование около 36 тысяч студентов. Архитекторы, инженеры, геодезисты. Но совсем скоро все они могут отправиться домой. Всё из-за подорожания газа. В этом году в УЗУ придётся заплатить на 37 миллионов гривен больше, чем в прошлом. Сумма нереальная. Поэтому в университете решили из 30 корпусов оставить только три. Убрали там, где можно ремкнуть и обогревать на нормальный режим. Там будут сбываться заседания, кафедры, приём испытов. Ну, вся организационная работа, которая должна быть в университете функционирована. Студентов распустят по домам, но учебный процесс не остановят. Тарас Чайкевский ведёт один из своих курсов дистанционно уже 8 лет. Говорит, для этого есть специальная программа, которую можно установить на компьютере или телефоне. Задания студенты получают в электронном виде. С преподавателем общаются по почте или в чате. Коллегам рекомендует брать пример. Студентам это очень нравится, потому что им не нужно друковать. Я их отправил в виде файла. Я подавил на тот файл, поставил за ту оценку. Есть зауважения, есть комментарии. Но осваивать компьютерные системы хотят не все преподаватели. Сами студенты к вынужденным каникулам относятся скорее негативно. В том, что студенты не будут всё время сидеть в аудиториях, в Министерстве образования беды не видят. Мы работаем в условиях болонского процесса, который требует того, чтобы студенты очень большой объект работы выполнили самостоятельно. Например, 12 корпусов на экзамены студенты сдают раз на 3-4 дни. Выстоит трёх корпусов для проведения экзаменационной сессии. И это реальная экономия. В аудитории студенты Львовского политехнического вернутся 10 марта. Кстати, экономия таким образом уже не впервые. На зиму вуз закрывают уже третий год подряд.